В этом уроке мы разберем несколько примеров уклонения от атаки противника. Уклонение от атаки противника – это не навык и не нужно обладать талантом, чтобы умело уклоняться от атак, выполняя маневры. Это с легкостью может делать каждый. Главное – хорошо видеть ситуацию и внимательно следить за действиями противника. При атаке сверху лучше всего применять противоход, т.е. лететь к противнику, а точнее к под него. Когда противник падает на вас, его скорость намного превышает вашу, что приводит к уменьшению маневренности его самолета. Этим нужно пользоваться. Давайте подробно разберем эту ситуацию, посмотрев несколько примеров. Начнем с самого простого – схождения, где наша задача не подставится под выстрел противника. Как вы уже знаете из прошлых уроков, легче всего попадать, когда угол равен нулю или 180 градусов. Т.е. противник летит от нас или прямо на нас. Мы летим навстречу друг другу под углом 180 градусов. Это означает, что при любом уклонении противник все равно сможет срезать угол и выстрелить по нам, как бы мы не уклонялись от его атаки. Наша задача состоит в том, чтобы создать противнику такие условия, при которых ему максимально неудобно было бы сделать выстрел. Для этого нам нужно начать уводить противника в сторону, например вправо, и идти с небольшим снижением, постоянно находясь ниже противника. Противник, увидев наше смещение вправо, начнет доворачивать влево, пытаясь срезать угол и выйти на позицию стрельбы. Его левое крыло немного наклонится вниз, и чем ближе мы будем сходиться, тем больше оно будет опускаться, так как ему придется доворачивать рулем высоты. А чтобы это сделать, нужно использовать элероны и накренить самолет. Именно этого мы и добивались. Мы начинаем уводить наш самолет влево, как бы под противника, при этом внимательно наблюдая за его действиями. Такой маневр будет очень неудобен для него. Находясь в положении с левым креном, он не сможет быстро переложиться на крыло и взять нужное упреждение, так как сближение происходит очень быстро, и мы внимательно наблюдая за его действиями, с легкостью можем уводить наш самолет влево от его попыток выйти на стрельбу. Практически то же самое происходит, когда мы летим от противника, который пикирует за нами. Мы делаем разворот, противник наклоняет крыло в сторону нашего разворота, а мы продолжаем наш разворот, уходя под противника, как вы видите в этом видео. Противник даже не может сделать выстрел, потому что мы используем противоход. Но если вы допустите ошибку, то у вас можно будет попасть. Ошибка состоит в том, что неправильно определяется расстояние до противника и его скорость. В момент разворота на противника мы пересекаем место, в котором мы находимся практически без движения по отношению к противнику. И если противник на расстоянии выстрела, то это может закончиться поражением. На рисунке вы видите это место. Разворот на противника, который мы не успеваем сделать, подставляясь под выстрел, не может быть маневром уклонения. Это разворот в лобовую атаку, в которой первый выстрел сделает атакующий самолет. Так зачем идти под выстрел? На удачу? А вось повезет и можно будет выйти в лоб да пострелять также на удачу? Лично я так не летаю и вам не советую. Так можно делать, когда ваш самолет поврежден и выход в лобовую лучше, что может быть в данной ситуации. Но если самолет без повреждений, то уклоняться от атак с 6 можно следующими маневрами. В ситуации, когда противник зашел нам в 6 незаметно и находится очень близко, при этом его траектория полета приближена к нашей, нам нужно максимально резко отдать ручку от себя, одновременно выполняя крен. Если противника вы видите на 6 с правой стороны, то крен делается вправо, если с левой, то влево. Почему именно так? Потому что противник, находясь справа, будет стараться резать угол с креном на правое крыло, заводя прицел перед нашим самолетом. Когда мы его замечаем и даем ручку от себя с креном вправо, то наш самолет будет уходить вниз и влево. Противник просто не сможет подкорректировать упреждения. Он не успеет отреагировать на такой маневр уплонения и не сможет повторить его. Если даже он начнет повторять маневр такими же действиями, то он не сможет взять упреждения для выстрела. А если его скорость будет выше нашей, то он просто проскочит вперед, можно довернуть на него и пострелять в догонку. Если в такой ситуации вы начнете сначала выполнять крен, а потом тянуть ручку на себя, уходя в вираж, то это плохая идея. В такой ситуации никогда не используйте элероны в начале маневра уклонения, так как изменение крена самолета без использования рулей высоты не приводит к быстрому изменению траектории полета. Поэтому, как только вы начнете делать крен, вас расстреляют. Даже вираж вам не поможет. А вот если противник не так близко, а на расстоянии 300-400 метров, то можно его обмануть, сделав сначала крен, немного дать ручку на себя, показывая, что вы уходите в вираж. Противник начнет брать еще больше упреждений для выстрела, а мы даем ручку от себя и уходим из его прицела в другую сторону. Уклоняясь от атак, вы должны понимать, на что способен самолет противника при одном только взгляде на него. Если вы будете долго рассматривать и оценивать ситуацию, это может привести к поражению. Если противник имеет больше энергии, то вы должны пользоваться этим. Ведь самолет с большой скоростью, чем у вас, не сможет повторить ваш маневр. Его рули сильнее зажаты напором воздуха, и этим надо пользоваться. Посмотрите вот этот момент, когда я быстро оценил ситуацию и воспользовался энергией противника против него. В данной ситуации можно было использовать обманный маневр, о котором я рассказал ранее, но я решил контратаковать и ушел вверх. Такой маневр противник никак не смог бы повторить, ему мешала его избыточная энергия. Также маневрами уклонения можно считать бочки, кадушки, сплит, вираж, вертикальные маневры, о которых я часто рассказывал в уроках. В ближнем бою очень часто бывают моменты, когда мы или противник выходим на прострел. В таких случаях не всегда можно уклониться в сторону, чтобы противник не смог поймать нашу траекторию полета и выставить прицел для выстрела. Поэтому в таких случаях нужно убрать плоскости, развернувшись к противнику боком, чтобы подставить минимальную площадь своего самолета и максимально уменьшить возможность попаданий по нему. Именно так нужно убирать крылья и разворачивать самолет боком к противнику, используя вертикальный маневр уклонение. Когда противник заходит на нас, мы встречаем его разворотом, чтобы увеличить угол. Противнику ничего не остается делать, как идти за нами, пытаясь взять упреждение. Наша задача – развернуться к противнику на угол менее 90 градусов для максимально эффективного выполнения вертикального маневра. В момент сближения, когда расстояние до противника остается около 500 метров и противник готов сделать выстрел, мы начинаем уходить на вертикаль, при этом развернувшись к противнику боком, максимально снизив вероятность попадания по нам. При таком уклонении противнику будет очень сложно попасть по нам из-за постоянно меняющейся траектории нашего самолета, которая уходит вверх. Дело в том, что поймать траекторию противника, который летит в сторону или со снижением, намного легче, чем поймать вертикальную траекторию, когда самолет летит в сторону виражом или со снижением, он не может находиться боком к атакующему и поэтому подставить большую площадь. Мы можем заранее взять упреждение и использовать в управлении все рули, даже если противник начнет подкручивать траекторию, мы можем помочь педалями и довернуть. А вот против вертикального маневра уклонения даже рули высоты не смогут максимально отрабатывать на больших скоростях. Даже если рули высоты справятся и противник сможет вывести прицел впереди нашего самолета, он должен четко просчитать нашу постоянно меняющуюся траекторию и попасть в самолет, который летит боком к нему, что сделать крайне сложно. Из этого можно сделать вывод, что при выборе маневра уклонения от атак противника, мы должны правильно оценивать возможности самолета противника и внимательно оценивать его действия, а также убирать плоскости нашего самолета, максимально снижая вероятность попадания по нам. На этом у меня все, я прощаюсь с вами, увидимся в следующем уроке. Пока.